Дальний Восток Все проблемы, которые были, по крайней мере, в нашем городе, вроде озвучения, пробки на левом береге, частные дома, люди печками топят, реально есть такое, особенно на левом берегу, особенно когда мороз, там все в тумане в таком стоит. Набережную, якобы, лучше делать еще театр, ну, театр-бокал у нас есть, в театре у них нету, ну, не слабо, что-то, 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 что-то делать, перспектива на 7 лет, смотрим, что-то изменится. Я только не знаю, где у нас здесь, на Восточном, какие-то дома строят для левого завода, если только, может быть, там, где деревяшки, вот эти, вот там, может быть, там вот эти дома поставят. Небольшие трехэтажные, там они пятиэтажные, там они пятиэтажные, а вот именно трехэтажные дома. У нас все надо грамотно, все надо, это, красиво тоже было. Может, стадион здесь делают, потому что у нас старый же стадион такой, для золотчан, для золотчан стадион сделают вот этот вот, каток-то, который, всю ветхое здание. А, вот этот, где, вот у нас в парке, стадион вот этот, да, обновить бы, да, кстати говоря, точно. Ну, уже ветхий совсем уже. Да, привести его в чувство, он там, как в советские времена стоял, так там ничего не было. Променялось. В принципе, его можно за городские деньги сделать, так стрелок. Ну, не знаю. Там даже на нем пишут, сделать, отремонтируйте меня вот так, чтобы он кислал был. Где написано? На стадионе, прямо на стене, короче, отремонтируйте меня. Жилья и... Ну, посмотрим, может, еще газопровод. Не знаю, будет это все дело, не будет, газ проведет. Да нет, газ в дома не нужен, вот, прямо в многоэтажке. Вот реально, где вам нужен газ этот, вот ТЭЦ, получается. Сейчас они там углем тупят, ТЭЦ, один, ТЭЦ-два. И, ну, и, не знаю, частные дома для вот этих котлы, короче, чтобы отапливались. Туда, может быть, разве что-то. В многоэтажке, мне кажется, у нас нет культуры потребления газа. У нас тут эти дома вот так улетели будут, мне кажется. У нас везде тут к электропетям все привыкли, мне кажется, это уже нормально. Еще этот хотят сделать, как он называется? Ну, КЭТ, сейчас ты спрашиваешь. Студенческий, как он называется? Кампус? Да. Ну, вот я не понял, где его хотят сделать, для какого университета, для СГТУ, или для БГУ, для какого-то, для какого из них, или для всех, все понятно. Студентов из Монголии очень много в БГСХ, там, где сельхозакадемия. В общем, вот Центр Восточной Медицины хотят здание, по-моему, новое решение. Там реально очень много студентов из Монголии просто. Что, да? Да я говорю, Центр Восточной Медицины еще хотят развить. А, ну да, Центр Восточной Медицины надо развивать, кстати говоря. Тут единственное, что надо развивать, нереально иногда там. Я сам лично ходил пару раз, если честно, надо массажик какие-то там. Так что будем ждать, что там у нас в Килу-Цене у них, ребята, в 7 лет. Они пролетят как-то, только в Пусть. Ну да. Слушайте, я иду где-то на какой-то улице. Не какая-то улица? Чайковского. Вообще, прекрасная улица Чайковского, ребята. Прекрасное название. Вот, я иду с ДЭК, решила пойти пешком. У меня маршрутки. В принципе, я уже уцелен, но здесь жилые дома. Там, я знаю, что где-то справа дорога идет. Но мне сейчас надо вот повернуть. Главная дорога знак. Пререди. Вот. Я думаю, что Чайковского, 35 улиц. Мне нужно на Комарово, 16. Вообще, пришли мне духи. Вчера пришло сообщение. Вчера, сами знаете, был такой день. Везде полиция стояла. Я хотела сначала порвалась пойти. Думаю, заснять вам все это дело. Думаю, что буду дергаться? Я вчера убиралась дома. Думаю, что я буду дергаться? Кстати, ветер. Мама ходила на больницу, сказала, на улице. И от ветра тепло. Ну что-то я вышла. Ветер какой-то. Какого-то здесь топится прямо. Смотрите, печка. Такой запах прям. Не горят. Запах какой-то нездоровый. Прям очень топать. Пахнет прямо ужас. Так. Ну, собственно, скоро этого не будет. Не будет, я надеюсь. Раз сказали, что будет газ у нас. И сейчас, что мимо завода, очень много машин там стоит. И, кстати, Лешка, предлагаю, говорил, что было бы неплохо в городе сделать троллейбусы. Не трамваи, а троллейбусы. Сразу будет легче. Дорога. Дорогам. Все-таки, когда едет трамвай, нужно выдвиненные трамвайные пути, а троллейбус может продвигаться по проводам. Не знаю, как эта идея. Созаводчанам тоже добираться, мне кажется, не очень удобно на маршрутках. Да и мне кажется, сейчас в пиках еще много. Блин, куда я иду вообще? Так, где-то я здесь рядом уже. Наверное, надо выходить уже. Я около больницы. О, четвертой больницы. Впереди. Которой как раз 80 лет. Вот, в поликлинике меньше лет. Вот. Дома тут стоят везде. Частный сектор. Сейчас передъем приснимаю. Частный сектор здесь. В основном, если туда дальше пойти, ну, посмотрите на гору. Там, видите, частный сектор. И тут идут пятиэтажки. И, я не помню, по-моему, эти дома Сталинки называются. Не Сталинки, подождите, Хрущевки. Ну, маленькие там квартиры с высокими потолками. Ну, выше, чем у нас, по крайней мере, в доме. По-моему, Хрущевки. В общем, ладно, не буду, может быть, врать. Ну, я была в такой квартире. Здесь, в Загорске. И они маленькие. У них комнатушки прям такие, знаете. Это, конечно, современные уже здания. Это больше лет этим зданиям. В общем, я напротив больницы. Мне надо... Ой, здесь я попала, слушайте, на какую-то свалку. Так, надо отсюда выбираться. Смотреть на красивое. Так, вот эти здания. Арка мне тут нравится. Наверное, там пройдем с вами. Я вот вообще обращаю внимание, да, на балконы. Как у людей балконы застеклены, да. Стеклопакеты, все дела. Вот здесь в одном стиле сделано. То есть бежевые фасадные балконы. Ну, то есть, видите, в одном как бы стиле. Вот тут решили выделиться. Сделали себе ярко-салатовый потолок. Здесь что-то интересное, смотрите. Огородили себе какую-то веранду у них. Балкон какой огромный, слушайте. Ну, там вот синий балкон. Мне кажется, надо как-то контролировать фасады. Чтобы было все в едином стиле. А то иногда посмотришь на дом. У кого-то бежевый, у кого-то синий, у кого-то красный. Сейчас пойдем через эту классную арку. Мне она так нравится. Улица Нестерова-6 я иду сейчас. Здесь, кстати, фоткаться можно. Ну, вот как раз я через эту арку прошла и вышла к детскому дому. Это детский дом, малышок. А, ну вот как раз, видите, как я удачно. В принципе, быстро дошла и, наверное, так обратно тоже пойду по этой же дороге. Хотя можно немножко траекторию изменить в своем пути. Поворачиваю налево. Так, ну, где сам пешеход? Да, я вот в остановке как раз приду. Сдек, кстати. Нам недавно здесь сделали Сдек. Всегда приходилось ехать в город куда-то. Так, тут сколько зданий? Зданий, этаж, раз, два, три, четыре. Пятый этаж, прям вообще на крыше. Ну, ладно. Видите, правда, холодный какой-то. Магазин за рулем, мы сюда. Кстати, здесь очень классная елка. Ей уже много-много лет. Постоянно приезжаю и восхищаюсь, какая она красивая такая, смотрите. Прям вообще обалденно. Смотрите, какая красота. Елка просто шикарная. Вот даже здесь, например, вот этот дом. Вот, смотрите. Так они громко. Здесь, видите, и голубой балкон есть, и бежевый, и красный кирпичный. Какой-то, и оранжевый. Почему-то в Сдек я пришла. Ура! Получила я тоже заказик. Здесь такая приятная девушка работает. Прям божественное знание. Парень симпатичный и девушка. Очень симпатичная и очень милая. Так, все. Теперь, наверное... Какая же красивая эта елка. Красавица просто. Сколько ей лет, интересно. Здесь вот на углу ветеринарный пункт находится. Слушайте, так вот снегом припорошило, да? Так вот идешь. Очень опасно себе на старика. Вот так ходить. Под снегом-то лед. Не дай бог вот так скользнуться и завалиться. Я решила зайти здесь в абсолютно по дороге. Ура, и себе? Пробовали хлеб такой треугольный там. Я еще вкусный, не хочу купить такой. Так, ищем хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб. Сейчас приколол, да все идти резать булочки. Что за хлеб? О, ничего себе. Хорош, мука, соус, дрожжи только вкусно. Это мне не нравится. Вот такой, только черный. Что-то нету. Что-то нет такого хлеба. Ах, моя слабость. Моечки. Какие аппетитные булочки. Слушайте, съела сейчас пирожок с яблоком. Не держала слойку. Но она не очень была вкусная. Вот так. Соблазнилась купила. В общем, я съела его. Я, знаете, вот сейчас иду, размысляю, да. Вот представьте, вы. Вы и ваша жизнь. Это какой-то фильм. Вот какой, по вашему мнению, фильм ваша жизнь. Ну, сколько вам предназначено, да, там, жить? 80 лет. 90. И вот какой фильм. Я бы хотела, вернее, я даже чувствую, что у меня фильм под названием Приключения. Мне нравится. Приключения. Путешествия. Вот что-то вот, вот что-то с этим связано. У кого-то, может быть, комедия, жизнь. У кого-то триллер. Кто-нибудь задумывался? Напишите просто. Блин, только будешь не убийц, здесь такая гора. Так тепло. Солнце пригревает. Слушайте, походу, потепление конкретно ожидается. Классно. Так тепло. Вообще, шикарная погода. Сейчас приду домой, открою дыхи. Не буду ждать особенного дня прямо сегодня. Их открою и буду их слушать, вдыхать, тащиться по ним. У меня пузырек 100 мл. надо обязательно еще зайти купить хлеб. Вот этот треугольником и белый. Артем у нас есть белый. Если он свежий, конечно, я белый куплю. Я беру чабату. Ой. Так, еще один вопрос. Как часто у вас случается монолог с самим собой? У меня, по-моему, это регулярно. Мне кажется, каждый человек ведет какой-то монолог внутри себя. Какие-то мысли, размышления. Как темно, хорошо на улице. Просто прелесть. В общем, идите гуляйте. Не сидите дома в компьютерном. Гуляйте, наслаждайтесь. Я вот вообще слушаю аудиокнигу, хожу. Отлично. Особенно куда-то если скучно одному идти, ватканул наушник. ухо и все. Так, вот я как-то нашла сюда. Как это буду убираться, блин. Надеюсь, что там есть выход. Выход везде есть. Купила я хлеб. Сейчас вам покажу, это не то. У родителей пробовала. Вообще, такой классный. Вот он вот так выглядит, абсолютно продается. В составе растительное масло, дрожжи, конечно, есть. Сахар. Но солод еще, по-моему, есть. Короче, я, если мне не изменяет память, ну, точно знаю, что ржаная мука. Очень вкусный хлеб, особенно с кабачковой укрой. О, боже, это просто что-то невероятное. Попробуйте, очень вкусный, прям горячий. Вот купила он, постоянно, они срепают, срепают этот хлеб. Невероятно вкусный. Анфиса-то даже прибежала. Так, ну что, решил открыть бакончик. Еще два пробника мне положили. Персик. Что это? Кремное тело. Скорее всего, корейский. Так. Бабл Маск. В общем, Бабл Маск. Тоже корейская штучка. Это не очень интересно. Мне это особо не интересует. Открываем. Значит, упаковку они, по-моему, поменяли. Мне сказали в Ревгош, что к юбилею они поменяли упаковку. Сейчас открываем. Эксцентрик 02 у меня. 100 мл. Изготовитель Лондон. Насколько мне известно, этот аромат унисекс. Он идет в скучной такой упаковке, правда. Подождите-ка. Без футляра и даже без крышечки. здесь будет такая котовая вставочка. Да. Да. Все, коробка и сам пузырек. Вот таким вот образом. гравировка. Ну что, ребята. жидкость. Жидкость такая желтоватая, кстати. Пузырек, по-моему, желтоватый. Хотя, что желтоватый? Пробник у меня уже закончился. Где он? Вот, который я покупала. Все пусто, ничего нет. гравировка. Так, ну что. Кстати, у подделок у них вытянутый такой вот этот помпочек. Это волнующий момент. Так, кстати, что тут у меня? Цепочка повернулась, что ли? Не цепочка, а тут колонечко. Это клее. Так, на что брызгаем? Вот, когда вот он это улетучится слегка, то он вообще классный. Морковкой пахнет, слушайте. Морковкой? Почему-то я это самое не чувствовала морковку. Сейчас чувствую морковку. Интересно. Он должен подветриться, конечно. Немножко отличается, мне кажется, или нет? В общем, надо походить с ним. Сразу, конечно, лучше не отдыхать, ничего не понятно. В общем, такой флакон. Казалось бы, да, почему нет крышки? Интересно. Да, на мужчинах, наверное, по-другому раскрывается. С ним надо походить и выйти из комнаты сейчас надо. Сейчас он немножко подветрится, будет классно пахнуть. И это у меня, по-моему, что? Написано туалетная вода. Я не очень люблю оранжевый цвет, коричневый, не особо любитель. Ну вот. Аромат такой своеобразный, очень мне понравился. я сейчас буду ходить по квартире, выдаю отсюда, здесь очень сильный аромат, сейчас прям веду в нос. сейчас разговаривала с мамой. Помните, я вам показывала, что мы купили креветки? Я вам тоже сообщила, что креветки, ну, в сот рублей, блин, камон, блин, давайте, покупайте, там три пачки осталось. В общем, отец пошел, купил креветки, две пачки, там лежало, оставалось три пачки. Мама мне сейчас звонит, говорит, открыла эту пачку с креветками, одну из двух, в общем, пахнет тухлятиной. Помните, я говорила, что кто-то там где-то говорил, где-то в пункт абсурдии купил тухлые, но я положила их в креветки в морозилку, я их ни разу там не открывала. Сейчас я тоже пойду вскрою, в общем, если окажется, что они тоже у меня тухлые, я пойду возвращать. Покупка была на Лешкину карточку, с этим, конечно, будут проблемы, сейчас надо как-то поднимать, это номер чека, там, где-то в истории покупок, в общем, прошло три дня со дня покупки. Одна у них пачка закрытая еще по закону защиты прав потребителя, то есть, если срок годности еще не истек, то вполне могу идти возвращать некачественную продукцию. Короче, пошла-ка я проверить свои приветочки. Блин, самое обидное, что родители купили две пачки, блин. Отец говорит, я не пойду к собакам, скажу, я говорю, ты что, тысячу двести рублей выкидывать? Сейчас я свои буду открывать в эту пачку. Читаем. Кстати, здесь дырка какая-то вот есть в пакете. Хлазная. Они как бы так вот, но не сказать, что прямо у нее невкусно. Сейчас мы проверим. Они правда испорчены, слушайте. Написано Китай. Зона вылова написана. сохранить при температуре 18 и ниже в течение 24 месяца и дата изготовления. Дата изготовления срок годности до августа 24-го. Дата изготовления август 22-го. Срок годности как бы до 24-го года. Ой, блин, как я не люблю вот эти все ситуации, когда такая херня. Какого хрена вы продаете эти тухлые креветки, блин. Почему тут складная дырка? Вот что меня смещает. Почему здесь имеется дырка? Да, и с этой стороны пробита. Отсыпает воздух. Видите, получается, внутри есть воздух. Потому что они эти креветки хранили как-то неправильно. Я не знаю, что теперь. Сейчас подан кипятком но розовый они уже получаются вареный. Вот смотрите, есть вот такие но это кишечники. Не знаю, тухлятины не чувствую ничего. Такой все дал. не знаю. Ну, сейчас вот что-то что-то как-то попасивают, слушайте. Запах какой-то есть реально. Сейчас подлежат они. Какой-то дырка положим. Не знаю, это ни разу не ел пухлых креветок, все честно. Не знаю. может какие-то выборочно тухлые, слушайте, вот эта может тухлая, цвет у нее какой-то нездоровый. Фиг знает, уж нет. Вообще-то есть можно тухлые креветки, интересно. Я не знаю. но вот это нездорово как-то пахнет. Что-то как-то не знаю, вроде ничего цвета у нее. Короче, не знаю. Как быть. промоют. Варить их, конечно, они будут резиновые. ну, слушайте, да, тухлечком попахивает все-таки. Запах есть. Я не знаю, тухлые это или нет, это нормально, вроде бы они вообще без запаха обычно. Прям не знаю, какой-то вид ему очень сейчас. Не знаю. Так, Дмитрий траванулся ими, вот что вопрос. Непонятно, можно их есть. Надо на вкусах попробовать. вода почему-то какая-то мыльная, мне кажется. Блин, мама напугала меня с этими креветками. Так, здесь почищены кишечные, ничего нет. Ну, как бы пахнет. На свой сахарист къем. Фу! Какое дерьмо! Это вообще невкусно! Фу! Какая гадость! Привкус какой-то! Слушайте, слушайте, они какие-то реально тухлые. Здесь вообще кишечник розовый, красный какой-то, не черный. китайцы, где их улавливали, блин. Пипец. Чего эту попробуем? У меня, ребята, опасно их израть. Вкус отвратительный. господи, какой говно! На вкус! Фу! Надо сдавать их. Слушайте, вид у них, конечно, не очень. Запах прям такой яркий на всю кухню. В общем, позвонила родителям, отец ушел сдавать. Я вот прям вот их боюсь, что есть, и так их подергала, да, но вот это вот явно тухлятина. Короче, лучше не рисковать сдать их нафиг. Они так не должны ярко пахнуть. Короче, даже вид у них не очень, если честно. Я вот так вот подергала. Смотрите, они как-то выглядят нездоровыми, это факт. Кишечник красного цвета, видите, красный почему-то. Обычно он черный. Короче, жуть. Я, в общем, релешку дождусь, потом тоже с ним пойдем сдавать. Вон папа идет с пустыми руками, значит, приняли у него возврат, креветки. Пустой, без всего идет. Вот сейчас покажет, смотреть идет. Сейчас покажет, что деньги вернули. Или что? Чек? А, деньги вернули, видите? Нормально все, ребята. Сейчас я вам позвоню, спрашивали у него карту, или не спрашивали, не спрашивали, прямо я так, на метранзакции скажу, пойду. Что я Лешку буду ждать? Все, уточню момент. В общем, ему дали наличка, я так поняла. Ну, сейчас тоже пойду. Пошла сдавать. Это, кажется, нормальная. Креветки за 600 рублей. В общем, все, ребята. Сдала я креветки, деньги получила, 600 там, с копейками. на заявление достала. Отец передо мной уже ходил. Смотрю, его розпись, я его розпись далека узнаю. Вот. Ну, на быстро мне сказся, извинения. Извините. Потому что тухляк у них, креветки, по всей сети абсолютно. Бывает такое, видимо, где-то они лежали, видимо, и тухли, видолаги. Хотя вареные уже были. Я подошла, сначала к охраннику, говорю, позовите, пожалуйста, администратора. Он говорит, что случилось? Я говорю, ну, возврат. Я отошла, он говорит, дайте сюда, покажите, что там. Начала развязывать пакет, что-то пакет не развязала, он даже не видел, что там. Он говорит, что, креветки? Я говорю, креветки. Ну, потому что отец возник буквально 10 минут назад, 20 минут назад там был. Все, поздоровается старшего кассира, она мне даже паспорт не спрашивала. Выдала мне деньги, заявление там, черчиркнула, быстренько. И все, извините, сказали. Видно, конечно, его креветки поедут целый килограмм. Еще положили, главное, эти креветки, от них запах-то там идет, и еще те вареные, то, что я им сказала в пакет. Оказывается, запах рос. Говорит, фу, как воняет. Охранник, давайте их отнесу. Блин, я еще там пробовал, блин, Капец. Не травиться бы. Может, выпить этого? Пылесор бы. Ребята, я ведь вам еще в видео сказала, ребята, я купила креветки в абсолюте. Я надеюсь, никто не пошел, не купил эти креветки, блин, по моей наводке. Потом будете про меня думать, что я вам посоветовала тухлятину. Ребята, короче, если, не дай бог, вы купили креветки, и еще не распаковали, вот я, кстати, положила их в морозилку, мне мама распаковала и сказала, что там тухляк. И у меня бы еще лежало, может быть, неделю это креветки, может быть, может, еще три дня, не знаю, сколько. Ну, короче, ребята, просто жесть. Видимо, по всей сети у них тухляк. Очень обидно, конечно, хотелось креветок поесть, но, в общем-то, вот. Кстати, сегодня 15 число, о, краситься мне пора уже. 15 число, сегодня праздник, день, всемирный день защиты прав потребителей. О, как символично. В общем, боритесь за свои права, сдавайте тухлятину, не жрите ее, как я, блин, ела, ужас. Все, ладно, ребята, заканчиваю это видео, сейчас прямо смонтирую и выложу. Субтитры сделал DimaTorzok